Я увлекся робототехникой. После робота это было приложение по изучению испанского языка. Пытал сам себя обеспечивать уже в каком возрасте? За месяц первые пару тысяч долларов заработал. Почему именно эта страда? Ну там меньше зарплаты, чем в Санкт-Петербурге или в Москве, и такие же хорошие разработчики. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим об IT. И сегодня на моем канале гость, который приехал из Швейцарии сейчас, а вообще из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга, до этого из Белгорода. Да, в общем-то из России. Сегодня мы поговорим о том, как молодому парню, тебе 20 лет, правильно? 20, да. 20 лет зарабатывать много денег при помощи твоих мозгов, при помощи IT, смекалки и прочих вещей. Я знаю, что ты очень начал рано увлекаться технологиями. Расскажи, во сколько это было и как ты к этому пришел? Да, ну первое касание с технологиями, если это можно так назвать, было лет в 12-13. Я играл тогда в популярную в то время игру «Сталкер» у молодежи. Это 3D-игра, действия которой проходят в Чернобыле. Да, да, постапоксали все с такой. И я тогда решил сделать фан-сайт этой игры, собрал его на каком-то конструкторе левом и сделал свою 3D-карту для онлайн-баталий, попробовал ее там продавать. Там, чтобы подключиться на сервер и играть там все вместе, нужно было скачать карту, а скачать ее просто так нельзя, ее можно было только купить. Это было мое такое первое коммерческое начинание. Коммерческое начинание. Да. Но как ты вообще узнавал, вот это же нужны какие-то знания, откуда ты их черпал? Да в интернете просто смотрел в кучу статей, тем более это тогда еще были не мобильные приложения, а просто веб. В рунете можно много информации по HTML, CSS и всему подобному найти. Ну а какие-то конкретные ресурсы ты помнишь, которые ты использовал? И тратил ли ты хоть что-то на свое образование, какие-то деньги, на получение знаний? Да это было очень давно, ресурсы я точно не вспомню, но нет, там все бесплатно было. Все бесплатно. Ну а ты, тем не менее, заработал какие-то первые деньги, расскажи об этом поподробнее при помощи вот… При помощи, на самом деле, я продал там всего парочку этих карт, там файл 100, наверное, рублей. Это и было, да. Но ты изучал сначала, вот ты искал HTML, да? Почему именно эти языки программирования? Просто потому что они подходили к тому, что ты хотел сделать? Да, это был мой запрос, хотел сделать сайт, но я начал с этого. Сделал еще как раз в 3D, в приложении по конструкции 3D-модели сделал модели для этой карты. Ну а дальше как продвигалось твое изучение? Касательно веб-сайтов, это был, наверное, последний этап. А, после этого появилась игра, известная Cut the Rope, называется, русских разработчиков. Знаешь такую? Я нет, не слышала. Ну, там на веревочке болтается конфетка, ее нужно обрубать, и она там падает зеленому монстру в рот. Интересно. Да. Ну, это известно на самом деле, русские ребята придумали, она известна по всему миру. И тогда вышла, тогда только появился HTML5, и эта игра вышла в браузере как пример того, что можно сделать с помощью HTML, без там флэша. И я просто ее украл у них и загрузил на Facebook. В Facebook есть магазин приложений. Загрузил ее туда, поставил рекламный баннер от Google, от AdSense, и за месяц первые пару тысяч долларов заработал. Мне было тогда 15 лет. А что ты, куда ты потратил эти деньги? Я не помню, часть маме отдал, наверное, больше. Эта игра, вот ты на ней заработал немного и пошел дальше, что-то делать другое. Я пытался добавлять еще другие игры, это какое-то время жило, может полгода это жило, потом меня уже окончательно забанили правообладатели за то, что я у них беру без разрешения эти игры. И пришлось переключиться. Переключиться на что? Тогда, это уже, наверное, был класс 10 в школе, я увлекся робототехникой. Начал собирать роботов, собирать какие-то платы, собрал первого робота. Это был мобильный манипулятор, платформа с рукой, которая ездит по комнате, и ее рукой можно что-то делать. И написал для него мобильное приложение, чтобы это все нужно было делать с айфона. А расскажи подробнее, как это, я видела сюжет небольшой, который снимала телевидение, а тебе, да, там, может быть, о ком-то еще, но ты там точно был, и вот эта вот рука робота. Да, ну это был простой робот, у него все двигатели, это были обычные сервопривода, к нему был подключенный Raspberry Pi и Wi-Fi-плата. Я подключался, соответственно, с телефона по Wi-Fi к роботу и из самого приложения посылал HTTP-запросы на робота. Это был твой просто интерес или это какой-то такой проект коммерческий, который ты хотел как-то воплотить? Ну, у меня были мысли на будущее, как его коммерчески реализовать, но это не пошло. Да, и, в принципе, все, что я делал, я сразу пытался смотреть, как это можно монетизировать. Помимо робота, да, ты занимался, по-моему, уже вот где-то в это же время, начал разрабатывать мобильные приложения. Да, ну, собственно, это и началось именно с робота, моего мобильной разработки. Я сделал сначала для него приложение, а потом уже стал думать, что можно сделать для App Store. А почему именно мобильная разработка тебя тогда заинтересовала? Ну, у меня был друг, который сам написал веб-клиент для моего же робота, а мобильного приложения не было. Просто так и начался мой. Ну, начался, но ты же потом тоже мог бы куда-то перейти в другую сторону. Ты просто в этом видел какие-то перспективы на тот момент мобильным? Ну, да, я понимал, что все сейчас идет в мобайл, поэтому им и занялся. Расскажи, а какие именно это были приложения? Для чего ты их создал? Самое первое приложение после робота, это было приложение по изучению испанского языка. Я тогда, меня летом тогда отправили родители на месяц в Испанию, я там чуть-чуть подизучил испанский и решил сделать приложение. Ну, и система, вот эта методология изучения, это тоже было тобой передумано? Нет, методологию нашел в интернете. Ну, после этого я начал развиваться, я понял, что есть не только испанский язык, есть итальянский, немецкий, английский, французский. И эти приложения, ну, ты их запускал в App Store, и какой результат был? Ну, потихоньку начало, начал расти доход, считай, с самого первого приложения. Оно начало там приносить первые 15 тысяч рублей в месяц. Я знаю, что позже у тебя тоже было какое-то приложение, ты делал для... Доктор Пауэль Пинцли. Да, да. Ну, это американский курс, профессор американский, он придумал курс, очень популярный в Америке. Я решил, да, с ним связаться и сделать для него мобильное приложение. Это был уже аудиокурс, когда ты вставляешь наушники в уши, ходишь, что-то делаешь, едешь на машине, и тем самым изучаешь английский язык. Ну, ты с ним связался и просто предложил ему, давайте я сделаю для вас... Да, сказал, давайте, буду делать, он сказал, давай. Ну, а как вы договорились там о прибыли, ведь это... продавалось же это приложение? Да, приложение продавалось. Мы делали так, что какое-то время, несколько месяцев вся прибыль шла ему, потом приложение там перекидывалось на мой личный аккаунт российский, и прибыль уже шла мне. То есть ты, в принципе, стал сам себя обеспечивать уже в каком возрасте? Лет 17, наверное. Лет 17 начал. А почему именно приложение с языковой тематикой? Почему изучение языков? Потому что я учился в языковой школе, мне всегда было интересно изучать языки. Изучал английский, немецкий, потом вот испанский. Ты видел в этом просто свой интерес? Вот ты это знал, как это делать? Там у тебя был какой-то свой личный интерес? Или это было направлено на то, что ты понимал, что люди будут изучать что-то? Вот сейчас просто очень такой хайповый, это рынок онлайн-образования, правильно? Да. Вот 5 лет назад еще не было так, или 3 года назад. Да. Я как раз тогда связался с Евгением Поповым, это такой человек, который, можно сказать, отец инфобизнеса в России. Он делал как раз курсы по разным языкам программирования, по вебу, HTML, PHP, JavaScript, как раз на которых я и учился этому всему там в 14 лет. Я тогда ему предложил, давай я сделаю для твоего блога, у него тоже был видеоблог, сказал, давай сделаю приложение. Сделал приложение и понял, что в принципе онлайн-образование набирает популярность. И из-за того, что я уже знал какие-то языки, я решил попробовать сделать приложение по изучению языков. Обычно мобильные приложения делают на заказ, ну часто такое бывает, да? Но я знаю, что у тебя есть такая история, когда ты пытался заниматься этим, пытался делать на заказ, но почему-то очень быстро свернул это все. Да. Почему, расскажи. Ну вот первый опыт мой был работы под заказы, это еще до того, как я даже начал разработку мобильных приложений, это была разработка веб-сайтов под заказ. Я сделал пару сайтов для белгородских компаний, понял, что это очень время затратно, нужно общаться с клиентами. Они часто сами не знают, что они хотят видеть в конечном результате. Каждый раз переделать, переделать, это очень время затратно и не так интересно. Ты просто делаешь то, что хочет клиент, не включаешь там свой креатив. Сейчас, получается, ты делаешь там мобильные приложения, но это все твои идеи, да? То есть вот у тебя появляется идея, ты набираешься им команду или у тебя есть постоянная команда, и они разрабатывают эту идею. Расскажи вот о процессе, через какой процесс проходит идея вот от нуля до или фейла, или наоборот успешного запуска веб-сторе, например. Определить фейл или успех – это очень просто. Ты закидываешь веб-стор, льешь рекламу. Если реклама окупается и приносит какую-то прибыль, это значит, что это успех. Процесс, как это делается. Сначала появляется у меня идея. Я закидываю ее дизайнеру, закидываю ее программисту. Они делают какой-то MVP, который мы уже загружаем веб-стор. Если он хоть как-то минимально окупается, то мы докручиваем, развиваем, улучшаем конверсию. Но у тебя уже нет каких-то вот таких наработок, не знаю, понимания, точнее, вот рынка, что ты понимаешь, вот такой тип идей точно зайдет, или там 90% что зайдет. А вот такие, ну, скорее всего, они провалятся. У меня был такой период, когда я пытался делать прям стартапы-стартапы, на которые нужно много инвестиций, чтобы их как-то развить. И я понимаю, что это очень трудно делать без инвестиций. Я никогда не привлекал, у меня не было такого опыта, и всегда такие идеи у меня проваливались. А какое-то простое приложение, которое сразу приносит тебе деньги, откуда ты сразу можешь у пользователя брать деньги, или которому можешь продавать рекламу, на этом можно зарабатывать. Да, но все равно хотелось бы узнать какие-то направления. Вот я поняла, что есть образование, то есть языки. Понятно, что это такая нужда сейчас особенная, изучать языки. Но помимо этого, может быть, какие-то игры, или какие еще направления, вот тебе кажется, привлекают много денег со стороны пользователей? Да, год три с половиной назад я, когда еще изучал мобильную разработку, я тогда пытался делать игры. Простые, плоские игры, которых и так много в App Store. Я понял, что просто если я сделаю какую-то классную игру, выкину ее в App Store без маркетинга, она не выстрелит. Я написал музыкальный лейбл Black Star, там, где у нас Тимати, Элван и всякие такие российские рэперы. Я говорю, давайте сделаем для вас игру. Они говорят, да, давай, интересно, сделаем. Я ее написал, выложили мы в App Store, тоже собрали какое-то количество установок. Она даже была в топе, топе overall в России какое-то время. И вот буквально там пару недель назад тоже захожу в App Store, там сейчас в новом App Store подборки всякие публикуются. И она там тоже в подборке хип-хоп была, да, в первых, в каких-то первых местах. Я знаю, что сейчас у тебя есть команда разработки, которая находится в близкой моему сердцу стране, откуда я родом, в Беларуси. Почему именно это страдало? Ну, там меньше зарплаты, чем в Санкт-Петербурге или в Москве, и такие же хорошие разработчики. Вот так. Здорово. Тогда давай с тобой поговорим больше о том, как ты собирал эту команду. Потому что это вообще команды или это просто разрозненные удаленные разработчики? Ну, это скорее разрозненные разработчики, но они периодически встречаются в Минске. Да, отлично. Расскажи, как ты выбирал себе команду, как ты ее набирал, на какие качества ты обращал внимание? Один из плюсов университета, безусловных, это то, что ты все-таки находишься в той среде, которой интересно твое направление. И там несколько человек, это мои друзья, которые уже закончили университет в этом году, стали работать, делать мои приложения. И они из Беларуси, получается? Да. А сколько вообще человек в твоей команде? Сейчас пять. Пятеро, да? Да. Но помимо этого, ты, ну вот, да, двоих ты там, например, с ними там учился или не учился, а там где-то в одной компании пересекался. И ты подумал, ну, классные ребята, что ты про них слышал. То есть какое-то вот такое сарафанное радио, не знаю, как это назвать правильно. Но вот три остальных. Фактически это такое, ну, видимо, ты проводил какие-то собеседования или ты просто по знакомству как-то? Да, на самом деле не проводил никаких собеседований. Ну, я пытался, пытался это делать в первое время, но потом просто там нашел по знакомым знакомым. Хорошо. Тогда как строится процесс вот сейчас разработки и вашего общения? Все-таки ты находишься, вот сейчас находился в Швейцарии, там, до этого ты в Питере. Хоть это, конечно, не в Швейцарии далековато, но там Питер может чуть поближе к Беларуси относительно. Ну, там, я имею в виду, что по часовым поясам не такая разница, как, например, с Сан-Франциско. Но определенные неудобства должны быть. Вот расскажи о плюсах, минусах, с которыми ты сталкивался. На самом деле я ни разу даже не был в Минске. И вполне они могут работать без моего непосредственно физического с ними контакта. Все это просто проходит. Раз в неделю мы созваниваемся, я закидываю свои идеи, мы их обсуждаем, выносим какое-то решение и делаем план на следующую неделю. Все это согласуем в Трелло, они выписывают задания себе на неделю и в конце следующей мы обсуждаем, что они успели за нее сделать за эту неделю. И все? Да, это удобно. Сейчас, когда я в Америке, у меня вечер, у них это только утро, они начинают работать и я собираюсь спать, они только просыпаются. Угу, ну да. Ну то есть у тебя нет никаких сложностей, с которыми ты вот думал, ну как только вот, я не знаю, дойду до определенного уровня, найму команду вот рядышком с собой. Угу. Я думал об этом, да, но пока у этой команды, она и не такая старая, я пока еще не понял до конца понять все плюсы и минусы, только три месяца я с ними. И единственный мой страх был, это то, что возможно кто-то там не будет делать достаточно работы своей, но оказалось, что ребята достаточно замотивированы и поэтому часто делают даже больше, чем нужно. А у вас оплата по часам или по, ну по проекту, типа? Просто за месяц. За месяц. Да. На твой взгляд, кто такой хороший разработчик? Философский немного вопрос, но тем не менее. Наверное, хороший разработчик это тот, кто умеет строить работающие системы и может часто понять, что нужно не только в плане жесткого кода, но и что действительно нужно конечному пользователю этого продукта. Ты сказал, что у тебя есть помимо направления вот эти онлайн, как изучение английского языка, которые тебе приносят, и есть еще какие-то идеи. Ты с нами поделишься своими идеями? Да, конечно, из того, что уже опубликовано. Да. Я как-то серфил магазины приложений, зашел в магазин приложений UK, посмотрел, что там в топе. Там были приложения по изучению дорожного движения, правил дорожного движения. Но они выглядели как, не знаю, приложения из 90-х. Я закинул это задание, дизайнер сделал внешний вид, программист написал, все это реализовал, и сейчас оно опубликовано в магазине, мы начинаем его рекламировать. То есть это все вот такое, обучающие какие-то вещи? Да. Ну, у меня был вот опыт создания игры, мне он не очень понравился, потому что там была только реклама, там были встроенные покупки, но целевая аудитория не очень богата. Не очень способна. Да, да, да. Поэтому у меня более интересные образовательные приложения. Здорово. Если не секрет, сколько ты сейчас зарабатываешь в среднем? Ну, до того, как я собрал команду, чистыми выходило 10-12 в месяц. Сейчас пока еще команда не вышла на самоокупаемость, соответственно, те же 10-12 минус их зарплаты. Угу, понятно. Ну, неплохо, надо сказать, для 20-летнего парня. Я думаю, что даже многие здесь позавидовали бы такой зарплате. Ну, ты сам получаешь высшее образование или нет? Да, я пока еще учусь в университете. Мои приложения по изучению языка тоже очень действуют. И моя школа по языку. Тоже не забываю вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. А бизнес-ориентиры? Может быть, ты можешь назвать даже какое-то конкретное имя? Нет, это не Илон Маска. Я знаю, что у тебя есть YouTube-канал начинающий. Да. Расскажи о нем и вообще для чего он тебе. Я там рассказываю ребятам про предпринимательство. Но сейчас ты полностью сам себя обеспечиваешь. Да. Ну, очевидно, да. Субтитры сделал DimaTorzok